Маленький Тони бескорыстно отдает все свои мягкие игрушки для благотворительной ярмарки, которую проводит в приюте для животных. Ему ничего не жалко для осиротевших кошек и собак, но без любимых игрушек он чувствует себя совсем одиноким. Мама вознаградит его за доброту и щедрость так, как он и представить себе не мог. Эта трогательная история с волшебными иллюстрациями Сони Дановски понравится любителям животных всех возрастов. Наконец наступил долгожданный день. В это воскресенье проводили большую летнюю ярмарку в приюте для животных. До него осталось еще несколько часов. Тони мог бы еще понежиться в постели со своими любимыми игрушками. До него было одно важное дело. Поэтому мальчик быстро встал, наделал свой красный халат и сбежал вниз на кухню. Пока мама готовила завтрак, мальчик разложил на столе краски и альбом, уселся и нарисовал пантеру. Тони хорошо рисовал. Сегодня на ярмарке будут проводить лотерею в пользу животных. Одни люди приносили вещи и поделки, а другие их покупали. Собаками и кошкам. За которыми ухаживали в приюте нужны лекарства и корм. На все это дорого стоит. Чтобы собрать для них деньги и проводили эти ярмарки. Пожалуй, одного рисунка пантеры будет мало, подумал Тони. Нужно еще что-то придумать. И вдруг ему в голову пришла блестящая идея. Мамочка, мамочка, давай дадим для лотереи мои игрушки. Люди их увидят и сразу раскупят себе билеты. Но ты ведь любишь свои игрушки, сынок. Как ты будешь без них обходиться? Спросила мама. Ничего. Я думаю, что игрушки не будут возражать. Наверное, им тоже хочется помочь бездомным животным. Но если ты так считаешь, я не против, согласилась мама. Они вдвоем сложили все игрушки в большую сумку и поехали в приют. Мама внесла сумку в холм, где лежали вещи для благотворительной ярмарки. Книги и полезные мелочи. Вроде подставок для яиц и свечей. Но все это блекло. На фоне чудесных плюшевых игрушек Тони. Эн, директор приюта, была в восторге. Ой, Тони, как мне тебя поблагодарить. И твой рисунок пантеры слишком хорош. Мне жалко его продавать. Пожалуй, мы повесим его на стену в отделении для кошек. Мама Тони тем временем достала из футляра свою виолончель. Она собиралась дать на празднике небольшой концерт. Обитатели кошачьего приюта наслаждались дневным сном, свернувшись калачиками в своих любимых уголках. Привет, коты! Прошептал Тони. Спите? Спите. Мы не будем вам мешать. Мы просто принесли вам пантеру. Большой кот, шелковистый, дымчатый шерст и сонно прищурился. Он кивнул, облазал лапу и осторожно двинулся к Тони. Это Валентин. Он немного застенчивый, объяснила Энн. Кот как будто услышал ее слова. Он нерешительно остановился, уселся и прикрыл глаза. Тони ласково провел его по его голове, тихонько набивая себе под нос. Тебе нравится мелодия? Спросил он у серого кота. Она называется ночной котик. Мама напевает мне ее, когда укладывает меня спать. Валентин в ответ довольно замурлыкал. А на улице тем временем началась ярмарка. Цветило солнце, ветер нежно шевелил разноцветные ленты и воздушные шары. Мама и Энн сидели на сцене. Они играли на виланчелях. Мелодия была такой трогательной, что собака Энн вдруг задрала морду и принялась старательно подвывать в такт. Все, конечно, захлопали в ладоши, засмеялись и принялись хвалить исполнителей. После концерта посетители столпились вокруг прилавка Тони. Он разыгрывал свои игрушки. Очень скоро все билеты были проданы и контейнер для сбора денег наполнился до краев. Прилавок Тони стоял прямо под окном отделения для кошек. И мальчик не раз замечал, что кот Валентин загадочно смотрит на него сквозь стекло. А когда наступил вечер, ярмарка закончилась. Счастливые родители, победители лотереи, разошлись по домам, забирая с собой чудесные плюшевые игрушки. Поздно вечером Тони ворочался в непривычно пустой комнате. Он все думал и думал о коте Валентине и вспоминал про свои игрушки. Наконец мальчик вздохнул и, поднявшись с кровати, крикнул. «Мам, я не могу уснуть! Мам!» Мама была в ванной. Она сразу поняла, что нужно сделать. Она взяла сына за руку, отвела его в гостиную и расстелила диван. «Хочешь, полежи здесь!» «Я согрела подушки!» «А хочешь, давай вместе искать!» «Что искать, мам?» – спросил Тони. Мама забралась на стул и, достав чемоданчик с антресоли, передала его Тони. «Посмотри, там должен быть пол!» Тони положил чемодан на стул и открыл его. Внутри лежал плюшевый кот Пол, мамина любимая игрушка. Больше тридцати лет она повсюду следовала за хозяйкой. Кое-где шерстка Пола вытерлась, и на ней виднелись проплешины. К тому же он был слепой. Давным-давно потерялись его пуговичные глазки. Долгая жизнь оставила на игрушке свои следы. Тони погладил Пола по голове. «Бедный котик!» «Погоди, мама!» – воскликнул мальчик. Он побежал в ванную, и там на зеркале лежали блестящие сережки. Сами не были оранжевые, а внутри черные, как будто нарочно созданные для Пола. Мама пришила коту новые глаза. «Ну вот теперь ты снова красавец!» – радостно сказала Тони. Он завернул игрушку в цветастые одеяла и отнес на диван. Новые друзья уютно устроились на мягких подушках. «Завтра я тебе покажу свою школу!» – сказал Тони. Глаза его медленно закрылись, и он сладко уснул. Всю ночь ему почему-то снились две серые кошки. На следующее утро, как всегда, они вместе с мамой поехали на велосипеды в школу. Кот Пол ехал в корзинке на багажнике. Когда мама уезжала, Тони крикнул ей из окна. «Мам, не забудь взять с собой Пола, когда приедешь за мной, хорошо? Ему будет грустно и без нас дома». Мама обещала, что не бросит кота одного. После школы Тони с нетерпением ждал маму. «Вот и она. А где же Пол? Ведь ты обещала, что не бросишь его одного». «Да, дорогой», – сказала мама, – «но понимаешь, он отказался покидать свое уютное место». «Не волнуйся, Тони, он там не один. Кое-кто за ним присматривает». Мальчик не расслышал последних слов. Удрученный и разочарованный, он взорборался на велосипед, и всю дорогу домой не вымолвил ни слова. В очень плохом настроении Тони открыл входную дверь. Прямо на него внимательно смотрели два сверкающих кошачьих глаза. «Валентин, что ты тут делаешь?» – удивленно воскликнул мальчик. Серый кот из приюта сидел на табурете в прихожей, а под табуретом в корзине устроился плюшевый пол. Тони не поверил своим глазам. «Мамочка, Валентин будет жить у нас? Всегда-всегда? Да, сынок, теперь мы будем заботиться о нем и о поле тоже». Лицо Тони просияло, а серый кот, как ни в чем не бывало, принялся деловито вылизывать себе лапы. Валентин быстро привык к новому дому. Он с нетерпением дожидался, когда Тони вернется из школы. Встречал мальчиков в прихожей и настойчиво требовал внимания. Терся ноги, мурлыкал и подставлял спинку, чтобы его погладили. Валентину нравилось, как мама играет на вилончели. В такие минуты он устраивался на кошачьей лежанке, которую специально для него смастерили маму с Тони, вытягивался в весь рост и слушал музыку, прикрыв глаза. Но однажды вечером, когда солнце уже скрылось за крышами, а деревья и дома протянули в длинные тени, Валентин вдруг выскочил из балкона двери, прыгнул на ограждение и исчез. «Не волнуйся, Тони, он пошел прогуляться перед сном и скоро вернется», — сказала мама. Мальчик печально покачал головой. «А если он не найдет дорогу домой, мам?» До поздней ночи Тони ждал Валентина на балконе, прижимая к себе плюшевого кота. С игрушкой ему было не так грустно. Мальчик очень устал, глядя, глаза у него слепались, но он не смог заставить себя уйти и бросить Валентина на улице совсем одного. Так он и сидел и печально напевал себе под нос самую любимую мелодию «Ночной котик». Он уже совсем потерял надежду, как вдруг почувствовал мягкое прикосновение к ноге. «Валентин, ты услышал мою песенку и вернулся домой? Как я рад, что ты пришел, мой любимый ночной котик!» Он пропустил Валентина в дверь и со спокойным сердцем отправился спать. Завтра будет новый день, и будут новые приключения для Тони и двух его пушистых друзей. Продолжение следует... Продолжение следует...